Когда сеять дайкон в открытый грунт, зависит от того, собираетесь вы хранить редьку зимой или будете употреблять корнеплоды сразу. Для зимнего хранения посевами семян занимаются в начале июля. Белый редис или редька была выведена японскими селекционерами и не имеет той горечи, которая есть в обычной черной редьке. Однако это не означает, что дайкон имеет меньше полезных свойств. В корнеплодах много витамина С и витаминов группы В, фитоцидов, пектинов, клетчатки, железа, фосфора и других полезных для организма веществ. Именно поэтому сочные плоды, которые не имеют присущей редичной остроты, стали популярны среди огородников. По лунному календарю сажать корнеплоды в 2021 году можно 4, 5, 9, 18, 19, 26 и 27 июля, а также 1, 5, 6, 14, 15, 23, 24 и с 27 по 29 августа. В середине лета и августа посевами семян белой редьки занимаются на юге страны. Когда сажать дайкон в Подмосковье зависит от выбранного сорта. Скороспелые сорта можно посадить до середины августа, а растения с длинным вегетативным периодом – в июле, когда сажать дайкон в Сибири и на Урале, также зависит от длительности созревания корнеплодов. Поскольку собрать их нужно до устойчивых холодов, то есть примерно в конце сентября-октября, то сажать сорта со сроком созревания в 60-70 дней на Урале и в Сибири следует в начале июля. Скороспелую белую редьку можно посадить позже. В первой половине июля 2021 года благоприятных дней по лунному календарю для посадки дайкона мало, поэтому выбрать можно любую другую дату. Воздержаться от посадок следует только 10, 24 и 25 июля. В августе не стоит сеять и сажать 8, а также с 20 по 22 число. Разобравшись со сроками посева, можно приступать к подготовке грядки. Чтобы появились дружные всходы, грядку с посевами можно накрыть пленкой. Без укрытия нужно постоянно следить за влажностью почвы, которая не должна пересыхать. В дальнейшем, после появления всхода в почву на грядке с дайконом, следует поддерживать всегда в слегка влажном состоянии. Из-за недостатка влаги белая редька может пойти в стрелку, а корнеплоды будут жесткими. При посадке дайкона летом в открытый грунт семенами, обратите внимание на сорт и его вегетативный период. Выкапывайте корнеплоды в срок, рекомендованный производителем. Иначе растения начнут цвести, что негативно скажется на вкусовых качествах плодов. Посадка и уход за дайконом просты и нетрудоемки. Дайкон в открытом грунте нуждается в регулярных поливах, рыхлении почвы между растениями, прополке и подкормках. Кроме того, дайкон необходимо окучивать, поскольку по мере роста его корнеплод начинает выглядывать из земли иногда на треть своей длины. Залогом хорошего урожая является регулярный и достаточный полив дайкона. Посадку нужно поддерживать в слегка влажном состоянии на протяжении всего вегетационного периода. Первый раз дайкон поливают после появления всходов. Если растению будет недоставать влаги, оно может пойти в стрелку, а мякоть уже сформировавшихся корнеплодов станет грубой, приобретет горьковатый привкус и неприятный запах. Если полив осуществляется нерегулярно, корнеплоды растрескиваются, снижается их способность долго храниться. Частота полива в дайкона примерно один раз в пять дней. Если стоит засуха, увлажнять грядку придется чаще, но если идут дожди, иногда полив можно и пропустить. Первую подкормку проводят после удаления слабых всходов. Это может быть раствор комплексного удобрения в разбавленной концентрации. Если удобрения добавлялись в грунт при посадке семян, подкормку дайкона можно не проводить. В открытом грунте бывает достаточно удобрить грунт с осени, и весенние посадки не нуждаются в удобрении. Удобряют грунт для роста корнеплодов, если сажать рассаду в середине лета, после других культур. Период подкормок приходится на август-сентябрь, чтобы быстрее наливались и увеличивались плоды. Подкормка дайкона в августе – основное условие длительного хранения и насыщенного вкуса. Всего нужно провести четыре подкормки в открытом грунте. Первая сразу после прореживания. Использует настой коровяка. Треть ведра навоза залить водой и настоять 3-4 дня, периодически помешивая. Далее 1 литр основного раствора разбавить 9 литрами воды и поливать под корень. Подойдет комплексная смесь – амофоска-нитрофоска. Вторая – в фазе пучкования. Можно воспользоваться азотным удобрением, мочевиной или использовать специальные овощные смеси, что предпочтительнее, так как в их состав входят добавки микроэлементов. Они повышают иммунитет растений и не дают заболеть бактериозами, гнилью, келлой. Третья – предназначается для сортов с более длительным периодом роста, средне-поздних. В ход идут комплексные смеси, содержащие азот калий и фосфор в жидком виде. Две столовых ложки удобрения растворяют в ведре воды и поливают под корень после предварительного увлажнения. Четвертая – подкормка нужна поздним сортам, чтобы увеличить лёжкость. Применяют калийно-фосфорные удобрения. Азотные подкормки дайкона в этот период не рекомендуются, чтобы не стимулировать рост ботвы, а основную энергию направить на рост корнеплода. Чем подкармливать дайкон для иммунитета? Раствором мочевина – внекорневым способом. Медным купоросом для борьбы с вредными насекомыми. Комплексом микроэлементов – внекорневым способом. Внекорневые подкормки рекомендованы в том случае, если на грядке появились признаки заболеваемости грибком или бактериозом. Дайкон при неправильном уходе и нарушении правил агротехники болеет теми же болезнями, что и другие представители семейства крестоцветных. Если вы перестарались с увлажнением участка, дайкон может поразить слизистый бактериоз, заболевание, симптомы которого проявляются в основном во второй половине вегетационного периода. В результате корнеплод дайкона размягчается и темнеет. Иногда симптомы заболевания в виде очагов мокрой гнили можно заметить уже в хранилище. Кроме слизистого бактериоза, дайкон может заболеть такими хворями, как килл-А, черная ножка, сосудистый бактериоз, мозаика и войлочная болезнь. Чтобы избежать проблем с грибковыми и вирусными заболеваниями, необходимо использовать такие меры защиты, как соблюдение севооборота и агротехники культуры, выращивание устойчивых к грибкам сортов, предпосевная обработка семян, борьба с сорняками и вредителями, часто являющимися переносчиками вирусных болезней, от которых, увы, нет лечения, дезинфекция хранилищ, очистка участка от растительных остатков и их уничтожения. Из вредителей опаснее всего для молодых дайкончиков крестоцветная плеошка, но есть и другие враги. Совка огородная, ростковая и весенняя капустная мухи, рапсовый клоп и цветоед, слизни, капустный клоп, тля и огневка. В борьбе с грибковыми заболеваниями лучший результат дают превентивные меры, но если болезнь все-таки поразила растение, то придется прибегать к радикальным процедурам обработки участка биопрепаратами бинером или планвиз в соответствии с инструкцией. От мозаики лекарств нет, поэтому немедленно удалите больное растение с участка, а лунку пролейте крепким раствором марганцовки. Против капустной бложки необходимо принимать меры сразу же после посева семян. Участок посыпают крупной золой. После появления всходов или высадки рассады в грунт грядку посыпают золой мелкой фракции. Против других насекомых эффективна обработка растений настоем красного жгучего перца. Пять стручков заливают литром горячей воды, настаивают в течение 12 часов, затем процеживают и разбавляют водой до количества 10 литров. Если после одной обработки погибли не все насекомые, через 3-4 дня проведите повторное опрыскивание. Чтобы уничтожить личинки, дайкон поливают слабым раствором марганцовки. Мух отпугивает запах бархатцев, которые можно посадить по периметру грядки с дайконом, а появлению слизни может воспрепятствовать вырытая вокруг участка канавка с золой. Чтобы корнеплоды белой редьки хорошо хранились, их надо собрать правильно. Сделать это необходимо еще до наступления заморозков, в средней полосе уже в конце сентября. Для того, чтобы собрать урожай дайкона, выбирают ясный безветренный день. Корнеплоды японской редьки достаточно хрупкие, с тонкой кожицей. Чтобы не повредить ее и не сломать корнеплоды, их вытаскивают очень осторожно, подкапывая вилами. Собранный дайкон раскладывают для просушки на грядах, затем обрезают ботву и отправляют овощи на хранение. Хранят их, как и морковку, во влажном песке в погребе или открытых полиэтиленовых пакетах в холодильнике. Температура хранения плюс 1, плюс 5 градусов и влажность 60-70%. При более низких температурах хранить не рекомендуется. Эти нежные корнеплоды нравятся всем, кто их пробовал. Их достоинством является не только прекрасный вкус, но и большая польза для организма. Они лишены редичных масел и пригодны в пищу практически всем. Этот овощ чистит печень и почки, способен растворять камни в них. Он служит ценным источником витамина С, калия и кальция. С выращиванием дайкона и уходом за ним в открытом грунте справится даже начинающий огородник.